Дорогие друзья, приветствую всех в это прекрасное время и приглашаю вас на расклад священных руны из библиотек матери. И у нас уже скоро наступит следующая неделя, поэтому мы посмотрим с вами, что же нам о руне посоветуют, какие будут у нас происходить события, какие будут энергетические потоки, на что надо будет особо обратить внимание. Я извиняюсь, что мы сделаем сейчас вот так вот, чтобы у нас не было изображения, чтобы сегодня мне вам захотелось, конечно же, показать руны и создать такую атмосферу тайны, мистики. Потому что, конечно же, для многих, для многих из вас, я это знаю, вы пишете, спрашиваете эти руны. Они очень для вас такие новые, да, вы еще не встречали на просторах интернета. Эти руны, я это знаю, это эти руны, они работают в новых законах существования и начали к нам поступать через ангелов, а также через провидицу и мастера, бессмертного мастера Альмиин. И я на данный момент являюсь мастером и хранителем этих священных рун. И готовлюсь также к посвящению третьего уровня на грандмастера. И эти руны, они работают на всех семи уровнях существования, хотя сейчас уже постепенно открываются нам и новые библиотеки. Уже есть восьмая, девятая и даже десятая библиотека. Но мы с вами работаем вот с семью библиотеками, да, как бы вот семь недель у нас, неделя, семь дней недели и семь наших энергетических чакр, каналов, семь уровней нашей реальности, с которой мы не можем получить информацию просто так вот осознанно, потому что это, конечно, происходит в потоке обычно, в каких-то интуитивных состояниях, но мы редко в этих состояниях находимся, потому что, да, много окружает суеты нас, и нам некогда бывает остановиться, замедлить свой темп, успокоиться, успокоить, привести в порядок мысли, упорядочить, а лучше вообще, да, войти в состояние пустоты от мысли, это, конечно, идеально. Когда, тогда вот к нам действительно начинает просачиваться информация высшего порядка непосредственно от нашего высшего Я. И эти руны, они как раз взаимодействие с ними, они помогают нам. Пока мы еще, может быть, да, не научились вот входить в глубокое медитативное состояние точки зеро, здесь и сейчас пространство, да, настоящего момента. Вот эти руны, они помогают быть в этом потоковом состоянии, помогают считывать те концепции, те состояния энергии, которые сейчас присутствуют на нашей планете и в нашей жизни. Ну, планетарная, например, планетарные какие-то вещи мы смотрим, еще сегодня посмотрим, вот из этой восьмой библиотеки, вот такая, да, она вот такого цвета, называется «Руны воскресшей жизни». И сейчас я, конечно же, призываю ангелов, рун пребывать с нами в этом священном пространстве, призываю высшие силы света и любви наших небесных родителей, пребывать, давать нам мудрости Святого Духа для понимания, интерпретации потоки тех космических законов, тех концепций, которые несет в себе каждая руна. И я тяну потихонечку рун, и вот первая библиотека, вторая библиотека, такого оранжевого цвета она у нас, да, видите, вот, есть вторая, третья библиотека у нас, желтая, желтого цвета, их много, в каждой библиотеке 96 рун, четвертая библиотека белой розы, она соответствует нашей четвертой чакре энергетической, да, сердечная чакра наша и четвертая наше поле реальности. пятая, вот такая, руна голубого света, соответствует нашей горловой чакре, вытянули пятую руну, шестая библиотека рун и божественности, название этих библиотек, они также еще очень показывают путь духовной трансформации нам, да, какие мы проходим ступени, да, или классы, как в школе. с четвертого класса начинаем сдавать экзамены, мы уже более взросленькие, экзамен сдал, перешел в следующий класс, да, это вот руны седьмой библиотеки, вот такого красивого цвета, фиолетового, соответствующего нашему седьмому центру, руны вечного путешествия, она у нас тоже есть уже. Ну что ж, начинаю я переворачивать руны. Смотрим тенденции недели. Да, есть перевернутые руны, но мы сейчас посмотрим, какие из них. Есть, конечно, перевернутые значения тоже, да, вот эти две рунки перевернутые у нас. И для них есть значение как раз. Так. Вот я сейчас смотрю общую картину недели. Да. Знаете, такая идёт информация, что как будто бы нам надо заново учиться общаться. Действительно, есть такая тенденция, что мы разучились это делать, перейдя на гаджеты мобильные, как действительно, если обратить на это внимание, как люди поглощены перелистыванием, листанием новостей бесконечных, когда мы где-то находимся в транспорте, на остановках, да где угодно, что человек, он занурился в телефон, голова опущена, глаза туда смотрят, по сторонам даже зачастую не смотрим, и бесконечно перелистывает новости. Я думаю, вы замечали тоже такое много, и сами за собой это тоже замечали. Так вот, сейчас наступает время для того, чтобы научиться снова, заново общаться с другими людьми, больше общаться в семье друг с другом, больше общаться, если у вас есть какие-то партнёрские отношения, и действительно общаться на таком уровне, на новом уровне понимания общения не из позиции сопротивления, не из позиции борьбы, не из позиции собственного эго, а учитывая чувства другого человека, чувства и мотивы. И такие руны, они нам говорят вот о том, что то, против чего мы выступаем, и то, с чем мы боремся, мы это усиливаем в своей жизни. То есть, как таковая борьба, противодействие кому-то или чему-то, это неправильный бой. На самом деле, каждая битва в нашей жизни, это битва за самопознание. То есть, состояние воина у нас не должно быть во внешний мир направлено. А состояние воина состоит прежде всего в том, чтобы направить своё внимание на самого себя, что происходит у меня внутри. И не проецировать, конечно, если внутри происходит какой-то конфликт, мы обычно это проецируем на внешнюю жизнь, на отношения с близкими людьми. Это неправильный бой, конечно же. Поэтому вот прежде всего из-за вот этого, что мы проецируем некоторые вещи, которые в нас там бурлят, кипят, конфликт внутренний, мы проецируем на внешнее. И наша интерпретация, ситуация, она находится в полном таком противоречии с фактами. И, как правило, эта интерпретация ситуации, мы её воспринимаем совсем по-другому, чем тот другой человек. То есть, вот как бы разные миры, и, соответственно, смотрим по-разному на это. И такая руна, она выпала нам как предупреждение на неделе, что будьте осторожны, проявляйте осторожность, есть какие-то тайные планы. Что это значит для нас? Если это в отношениях, то обязательно включайте здесь свою интуицию, что человек хочет, какие у него на самом деле. Он может что-то вас пропопросить или, может быть, просит занять какую-то сумму денег или ещё какие-то вещи, что-то там подписать. Но будьте здесь бдительны, будьте осторожны, потому что, говоря одно, у человека могут присутствовать совершенно другие планы какие-то. Поэтому вот здесь нам руны советуют доверять больше подсказкам интуиции, а не ума, потому что ум как раз, наше эго может нас обмануть. А вот на самом деле решение всегда пребывает в нераздельном единстве с проблемой, если мы доверяем подсказкам интуиции. Вот тогда решение приходит быстро, когда мы слушаем и слышим свою интуицию. Ну и эта неделя будет наполнена энергиями благодарности за то, что уже у нас есть и благодарности также другим людям за то, что они нам дали какой-то энергообмен. Вот очень важно на этой неделе действительно проявлять эту благодарность и к другим людям, и к своим близким. Показывать это как-то, не только словами, может быть, на деле. Это очень хорошо повлияет потом на ваше дальнейшее взаимоотношение и укрепит вас в уверенности, например, в этом человеке. И это может укрепить вашу уверенность в чём-то. Когда вы будете в этом состоянии благодарности к другим людям, благодарности к человеку, вы в чём-то станете, вот вы почувствуете эту внутреннюю уверенность. И также ещё для некоторых будет такая неделя, когда вы решите чему-то учиться новому. Да, и руны говорят, что это благоприятно будет для вас. Обратите внимание на то, что вам подсказывает, подсказывает ваше сердце, куда вы хотите пойти учиться. Может быть, новую профессию получить, может, дополнительный какой-то доход создать для себя. Руна говорит, что откройся для знаний. Ну, тут ещё сказано из других измерений. То есть становитесь мастерами без возраста посредством жизни во всех полях восприятия одновременно. И сейчас действительно многие люди после 45-50 уже начинают понимать, что надо получать новую профессию, обучаться чему-то новому. Многие те, кто уже на пенсии, тоже подумывайте, думайте, что надо открываться для чего-то нового, надо чему-то обучаться. Вот эта неделя очень такая будет благодатная для этого. Ищите для себя то, что может быть для вас полезным, и вы сможете из этого сделать доход, может быть, дополнительный или даже основной. Ну, и если вы берётесь за какое-то дело на этой неделе, обязательно берите на себя ответственность, и зрелость личной ответственности поможет вам добиться успеха. То есть не бросайте на полпути начатое. Если уж начали, если решились, обязательно углубитесь в это дело. Например, если решились учиться, углубляйтесь и учитесь, и возьмите на себя ответственность, как бы проявляя зрелость. И вот такое качество, оно поможет вам достичь успеха. Интуиция даже вот действительно будет сильна на этой неделе. Смотрите, какая руна, да, доверие по сказкам интуиции. И если вы долго какой-то вопрос не могли решить, то вы обнаружите это решение. Вы обнаружите это решение, вы что-то решите для себя обязательно. Ну и по-новому начинаем общаться с людьми. И духовное состояние воина, да, это борьба за самопознание, за собственное. Не забываем, что мы ни с кем не боремся, никому не противостоим, потому что если это делаем, то будем лишь усиливать то, против чего выступаем, да. Так, ну и давайте посмотрим из восьмой библиотеки, что у нас тут. Освобождение от убеждения в том, что человечество способно создавать священные предметы силы для высокоразвитых существ. Ну, это руна, это она у нас в глобальном масштабе. Мы немножко смотрим неделю. Что это, о чем она говорит? Это она говорит о том, что нам сейчас очень, сейчас вообще за землей, за человечеством наблюдают наши звездные, да, братья, будем так говорить, которые любят людей, да, это не те, которые желают нам зла, есть еще другая категория, наши звездные предки, также звездные наши братья, которые действительно более обладают высокими технологиями, да, они уже достигли, ну вот совершенно других каких-то уровней развития, они могут быть многомерными, они могут перемещаться по реальности, мы пока еще этого не можем, но вот эта руна говорит о том, что не надо это игнорировать, их помощь, они хотят нам помогать, они будут нам помогать, и они также готовы дать нам какие-то знания и новые технологии, то есть не мы для них способны что-то дать, мы можем дать им только качество Творца, которое в нас есть, любовь, хвалу, благодарность, доверие, качество на основании нашего строения, нашего ДНК, да, вот эти человеческие эмоции мы можем им дать, они как раз могут дать нам очень многое, они могут повлиять на развитие событий на нашей планете, то также и впоследствии, когда человечество сделает свой выбор осознанно, да, в сторону позитивной временной линии, но сейчас как раз это происходит, мы делаем этот выбор, сейчас важное время, вот они очень много нам смогут дать, и новые технологии, которые будут применяться и для здоровья, для долголетия, для того, чтобы на Земле действительно создавался рай и райские условия, поэтому есть у нас надежда, не все так плохо, вот такой у нас прогноз с вами на следующую неделю, и, конечно же, мне хотелось бы взять три руны, ключевые выделить, это благодарная привилегия, потому что, когда мы в состоянии благодарности, к нам начинают приходить возможности, вот такая руна, ангел Риставе, следующая руна силы на эту неделю, укрепление уверенности, будьте уверены в своих силах, будьте уверены в своих способностях, талантах, не бросайте начатое, продолжайте над тем, над чем вы работали, и, конечно же, доверие, подсказкам и интуиции, обязательно вы обнаружите то решение, которое долго, может быть, не могли найти для себя, вот такая руна чудесная, желаю вам прекрасной недели, вдохновения, любви, творческих, новых каких-то идей, здоровья, энергичного состояния, бодрого духа, и до следующих встреч, друзья!